Речь в моем докладе пойдет о биомаркерах, поскольку сейчас для метастатического рака мочевого пузыря у нас существует много опций лечения, поэтому лечащему врачу важно выбрать, какую правильную стратегию предложить конкретному пациенту. И ответ на этот вопрос могут дать, конечно, биомаркеры. И в первую очередь это предиктивные биомаркеры, которые предсказывают результаты лечения от конкретного агента. Несмотря на то, что много опций лечения, все равно ведущим для пациентов такой нозологической формы остается назначение химиопрепаратов. И здесь тоже можно посмотреть некоторые маркеры, предсказывающие эффективность химиотерапии на основе режимов платины. С учетом механизма действия данного препарата, понятно, что наличие мутации в любых сигнальных путях репарации или в мастергенах этих систем опосредует чувствительность к платине. Что же мы здесь можем посмотреть? Это в первую очередь белки путинер, то есть ERCC1 – это отрицательный маркер. Он должен быть низким, и тогда у пациентов будет лучшая общая выживаемость, и повышенная экспрессия белка будет ассоциирована с прогрессированием. Мутации в белке ERCC2 повышают чувствительность к цисплатину, и это положительный маркер, то есть он должен был положительным, и отражает улучшение показателей общей выживаемости после неодъювантного лечения на основе цисплатина. И, соответственно, связан с улучшением клинических и патоморфологических ответов. Гены BRCA1 и BRCA2 – это гены предрасположенности в целом к раку и прогностические маркеры чувствительности к ингибиторам пар по химиотерапии на основе платины. Изменения в данных генах выявлены у 19% пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря и связаны с ответом на химиотерапию. Экспрессия самого белка прогностически незначима. Еще один маркер – это рекомбиназа 51. Присутствие выраженного количества такого белка в ядре опухолевой клетки ассоциировано с ухудшением общей выживаемости у пациентов, получающих препараты платины. А вот мутации в генах ATM1, гене ретинобластомы-1 и FANC позволяют четко предсказать ответ на химиотерапию и стратифицировать пациентов на группы респондеров и нереспондеров со значительной разницей выживаемости. Также интересен и в этом контексте ген 2-го рецептора тирозинкиназы. Выявлено, что именно точечная мутация этого маркера связана с ответом на неоадювантную химиотерапию. Но здесь исследование еще продолжается, это данные неоднозначные. Сейчас об иммунотерапии. Наибольшая выгода от иммунотерапии при метастатическом оротолиальном раке показана в условиях ее назначения после платиносодержащих режимов, причем у пациентов, у которых маркер положительный, то есть PDL1-позитивный фенотип. Сходные данные получены в другом исследовании КИНОТ-45, которое продемонстрировало преимущество от применения иммунотерапии во второй линии в подгруппе PDL1-позитивных пациентов. Сравнение применения иммунотерапии у нелеченных пациентов с пациентами, получающими ингибиторы контрольных точек иммунитета после платины при высоком уровне маркера показало различие по продолжительности общей выживаемости. И такой режим иммунотерапии в монорежиме определен как возможный у пациентов, не подлежащих терапии цисплатином. И лучший ответ был получен при люминальном 2-молекулярном по типе опухоли. И при высокой мутационной нагрузке. При оценке возможности применения ингибиторов чекпоинтов в качестве терапии первой линии у пациентов с низкой экспрессией PDL1 или ее отсутствием, применять ингибиторы в первой линии не стоит, потому что это ассоциировано с высоким риском ранней смертности. В то время как назначение иммунотерапии даже у таких пациентов на фоне химиотерапии дает им также преимущество. Итак, суммируя, можно говорить о том, что с ответом на ингибиторы контрольных точек иммунитета ассоциированы такие факторы, как бремя опухолевой нагрузки, чем оно выше, тем более выраженный ответ. Это же справедливо в отношении экспрессии самого леганда, а также в отношении опухолевого микроокружения и молекулярного подтипа опухоли. Есть данные о предикторной роли в отношении иммунотерапии и соматических мутаций, таких как частичная потеря белка трав, чем она выше, тем более выражен ответ на иммунотерапию, а также более выраженные уровни экспрессии такого маркера, как CCND1. Это маркер, который кодирует регулятор клеточного цикла, циклин D1. Более его высокие уровни были связаны с отсутствием ответа на иммунотерапию. Но учитывая то, что этот белок связан с циклином D1, возможно, в будущем получатся данные о важности самого циклина. Важно также отметить такой биомаркер, как циркулирующие опухолевые клетки. Недавно показано, что снижение уровня экспрессии PDL1 на этих самых клетках, определяемых в стерлозных выпутах или в крови при метастатической уротериальной карциномии, ассоциировано с лучшим прогнозом для пациента. Сейчас про таргетную терапию. В настоящий момент при уротериальной карциномии одобрено три типа таргетных препаратов. Три типа таргетных препаратов вы их видите на слайде. В случае ингибиторов тирозинкиназных рецепторов биомаркером ответа на терапию, естественно, является выявление изменения генов данных рецепторов. Эрдофетиниб одобрен для раков с образованием генов слияния. Такие же показания изучаются для препарата инфигротиниб, ингибитора рецепторов первого-второго типа, в качестве адъювантной терапии у пациентов, не подлежащих ли течению цисплатиной. Особенно хочется мне отметить препарат Вафатамаб, который, в отличие от перечисленных выше, ингибирует дикий тип тирозинкиназного рецептора 3 типа, что позволяет надеяться на изменение чувствительности опухоли к ингибиторам контрольных точек иммунитета. То есть, возможно, сочетанное применение этого препарата ингибиторов контрольных точек иммунитета даст улучшение результатов у пациента. В качестве биомаркера рассматривается и гиперэкспрессия микро-РНК, об этом уже прозвучал доклад на данной сессии, и соответствующих рецепторов. И, конечно, маркером прогноза может служить выявление циркулирующей ДНК с соответствующей мутацией. Более высокие уровни циркулирующей ДНК ассоциированы с худшим прогнозом. Энфортумаб видотин хоть и является таргетом к нектину-4, однако определять этот белок не требуется, потому что он всегда экспрессированный в опухоли и практически отсутствует в нормальной ткани. Но в последних исследованиях установлено, что и опухоль имеет вариабельные экспрессии данного белка, поэтому, возможно, мы все-таки к нему еще в последующем вернемся. Но при различных молекулярных подтипах более тропным оказался люминальный. Моноколональное антитело к белку ТРОП-2 с ацетомаб гавитан было изучено и одобрено, как и по предыдущей препарат, без привлечения каких-либо биомаркеров, так как экспрессия данного белка также является нетипичной для нормы. Но и для этого маркера имеются вариабельности в зависимости от молекулярного подтипа и каких-то других факторов того же времени опухолевой нагрузки, но все это еще предстоит изучить. Среди предполагаемых таргетов сейчас изучаются ингибиторы рецепторов второго типа эпидермального фактора роста Хердванео. Многообещающим при этом является препарат Фотениб, биомаркер эффективности которого – это выявление рецепторов эпидермального фактора роста 2, 3 и 4 типов. При этом выживаемость без прогрессии на сроке 3 месяца, вы видите, она фатально отличалась и составляла 83% в группе с биомаркером и 0% в маркер негативной группе. Применение ингибиторов МТОР не показало эффективности в условиях химиотерапии. Ингибиторы АКТГ изучаются пока что только в доклинических исследованиях, а генной репарации не проявили себя как маркеры таргетной терапии и важны только в случае назначения химиопрепаратов, как уже сказала выше. Оценивается несколько неспецифичных тирозинкиназных ингибиторов. Биомаркерами сарафениба при неодювантной терапии в комбинации с цисплатиной и гемцитабином были нарушения в генах репарации ДНК путях рас, и достоверную значимость продемонстрировало присутствие нарушений в генах семейства Хердванео. Препарат Кабазатениб, эффективность его показана в комбинации с ингибиторами контрольных точек иммунитета. И биомаркером оказалось количество циркулирующих опухолевых клеток с определенным фенотипом. Так, присутствие в циркуляции менее пяти клеток было ассоциировано к более длительной выживаемости пациентов у ротелиальной карциномы. И несколько слов о молекулярных подтипах. На данный момент выявлено, что люминальный папиллярный подтип чувствителен к таргетной терапии ингибиторами тирозинкиназных рецепторов третьего типа. Люминальный неспецифически отвечает на неоадювантную терапию и иммунотерапию. Люминальный нестабильный более тропинга радиотерапии и иммунотерапии. А базальный плоскоклеточный требует комбинации всех имеющихся подходов. Нейроэндокринный подобный подтип, как и люминальный нестабильный, лучше ответит на лучевую терапию и применение ингибиторов контрольных точек. Но, конечно, мы стремимся развивать тематику биомаркеров и пытаемся обогатить клиническую практику новыми маркерами, которые помогут практикующему врачу выбрать правильную стратегию. И мне представляется, что искать эти биомаркеры, конечно, нужно с помощью неинвазивных методик, в частности, используя мочу пациентов, как в диагностическом, так и в практическом случае. В заключении хочется сказать, что при назначении тактики лечения врачам следует учитывать очень много составляющих, и тогда, несомненно, это лечение приведет к успеху и к стойкой ремиссии у пациента. Вот по биомаркерам у меня все, но пользуясь этой трибуной, у меня есть буквально несколько секунд, я хочу пригласить все высокое собрание на нашу регулярную конференцию. В 2023 году это будет юбилейная пятая конференция, пройдет она в Огнинске, и мы активно рассматриваем вопросы и метастатического рака, и иммунотерапевтических стратегий. Спасибо за внимание. Продолжение следует...